Лучшие представители региональных и муниципальных СМИ в одном зале. Повод собраться приятный. Десятый юбилейный конкурс на призы губернатора. Творческое состязание проводилось по двум направлениям. Год науки и технологий и 170 лет Самарской губернии. Торжественную церемонию открыл глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил важную роль представителей средств массовой информации в деле формирования имиджа и повышения привлекательности области. У журналистики в регионе колоссальные просто традиции. Можно вспомнить имена выдающихся журналистов, и сегодня мы их, я уверен, не раз вспомним, которые заложили традиции, традиции, которые вы храните и чтите, которые не даете, несмотря на изменение формата, технологий, придать забвению. Но, конечно, вы создаете и новые традиции. И это очень важно. Я очень бережно к этому отношусь. И именно поэтому мы непременно продолжим наше сотрудничество и в рамках этого конкурса, и с союзом журналистов. Коллектив телеканала «Самары ГИС» в лице главного редактора Елены Орловой отметили благодарность от губернатора Самарской области за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Также Елена Орлова получила диплом победителя в номинации «170 лет Самарской губернии. Сила в единстве». Мы рассказываем о великих людях, которые внесли вклад в историю нашей области. Я считаю, что человек, в судьбе которого хоть когда-нибудь промелькнула Самара, он будет всегда абсолютно другим. И я считаю, что во многом, что мы должны формировать свое определенное отношение к самарскому характеру, мы должны передавать это своим молодым коллегам, каковых сегодня я в зале вижу очень много. Победу удостоился и руководитель направления по медиакоммуникациям «Самары ГИС» Анатолий Головко. Он признан лучшим в номинации «170 лет Самарской губернии. История в лицах». Анатолий и сплоченная команда профессионалов нашего телеканала несколько месяцев трудились над созданием фильма, посвященного открытию «Стелы. Город трудовой доблести». Хочу в первую очередь сказать, что для меня это действительно очень важно. Но вместе с тем хочу отметить, что это не только моя работа, это работа большого коллектива, это работа монтажеров, видеооператоров. Поэтому это наша общая победа. И я горд, что я работаю с такими опытными профессионалами на телеканале «Самары ГИС». Награды премии «Союза журналистов России» вручила председатель областного отделения Ирина Цветкова. Огромное спасибо за вашу работу, за ваше честное отношение к профессии. Каждый выходит, получает награду. Какие вы классные, какие замечательные. Вот вы такие труженики на самом деле. И это заслуживает отдельных аплодисментов. Сегодня телеканал «Самары ГИС» успешно интегрирован в интернет. За новостями в наших соцсетях следят почти 40 тысяч подписчиков. На нашем ютуб-канале уже более 28 миллионов просмотров. Ежемесячно наши посты охватывают свыше полумиллиона пользователей. По этим показателям мы среди безоговорочных лидеров в регионе. Мы регулярно занимаем топовые позиции в сюжетах Яндекс.Новостей. На данный момент «Самары ГИС» – единственный в городе телеканал, у которого есть активное мобильное приложение на базе iOS и Android. Проекты канала регулярно занимают призовые места в различных творческих состязаниях. Мэри Илчан, Василий Колдашов. События.